Добрый вечер. В эфире канала Россия 24. Программа Вести. Ульяновск. Студия Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Подвал затоплен отходами. Повсюду грибок. Задыхаются люди. В проблеме одного из цельнинских домов разбирается Народный фронт и наша съемочная группа. Это движение объединяет 45 тысяч неравнодушных людей. В их числе и представители Ульяновской области. О работе поисковиков расскажет наш корреспондент. Свобода и море на закате. Об авторе и картине в стиле Айвазовского на стене одной из ульяновских исправительных колоний. Увидим через несколько минут. В Ульяновской области успешно реализует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательских инициатив». Одно из его направлений – поддержка социального бизнеса. Ради этого в регионе внедрили разные финансовые инструменты. Расскажет Эдуард Истомин. Это одно из индивидуальных занятий по английскому. Восьмилетний Дима познает язык Байрона по современной методике. Одна из форм обучения – игровая. Преподаватель убирает картинки, а ученик по-английски вспоминает их названия. Школу английского основала Анна Киященко. Начинала она с репетиторства, но клиентура росла. Для нее нашли просторное помещение, в штат набрали преподавателей. Занятия проводят для детей и взрослых, причем как индивидуальные, так и групповые. «И в том году мы первый раз получили грант для социальных предпринимателей. Благодаря этому мы возобновили наше направление для дошкольников, запустили направление для пенсионеров и взяли несколько деток с особенностями развития». Грант по нацпроекту – хорошее подспорье. Это полмиллиона рублей. Деньги ушли на аренду помещения, на услуги мобильной связи. А еще на продвижение собственного дела, говорит Анна. «И в этом году я тоже собираюсь подавать на грант для того, чтобы открыть второй филиал в Уриановске». В школе Анны есть направление «Летный английский». Его клиенты – пилоты и диспетчеры. У девушки есть идея сделать проект международным в онлайн-формате. Об этом она поведала министру Николаю Зонтову. «Одно из важнейших направлений, которые мы реализуем, это поддержка социального предпринимательства и молодых предпринимателей. На эти цели у нас предусмотрено 15 миллионов рублей. Сейчас активно идет заявочная кампания. Мы принимаем заявки от молодых предпринимателей, от предпринимателей, которые являются социальными предпринимателями». Всего в регионе на поддержку малого и среднего предпринимательства по нацпроекту выделят 900 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство современных технопарков, льготные займы, а еще образовательные программы для бизнеса. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Жители рабочего поселка Цельна задыхаются от канализационных стоков. Разобраться в затянувшейся проблеме решили активисты Народного фронта. Жители пятого дома по улице Пионерской забили тревогу еще в конце июля. Из-за износа канализации произошел излом одной из труб. В итоге подвал жилого дома затоплен биологическими отходами. Повсюду грибок, а люди задыхаются от запаха. «Скоро зима, дадут отопление. Из-за тепла эти зловония станут еще сильнее». Местной канализации больше полувека. Ее ни разу капитально не ремонтировали. В настоящее время проблемы пытаются решить путем откачки переполненных колодцев. Но жители не отмечают особой эффективности. Периодический процесс останавливается из-за коммунальных аварий. Тогда колодцы переполняются вновь. Требуется ремонт. Урьянская область выделила 31 августа средства. Пока они к нам еще не подступили в сумме 4,5 миллиона. Для заключения контракта на ремонт этого участка 18 метров нам необходимо, чтобы областные структуры ускорили согласование сметы. И впоследствии, чтобы мы могли заключить контракт и как можно раньше выполнить ремонтные работы. Активисты Народного фронта настаивают. Ремонта аварийного участка недостаточно. Необходима модернизация всех сетей. Хотелось бы обратиться к руководству области, чтобы они вышли с инициативой о выделении средств для того, чтобы провести здесь новую канализационную сеть. Для того, чтобы жители комфортно и качественно получили. Активисты Народного фронта взяли ситуацию на контроль. Алексей Русских провел встречу с представителями общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Поисковое движение России объединяет 45 тысяч неравнодушных людей в составе более полутора тысяч отрядов по всей стране. В их числе и представители Ульяновской области. Выставочный зал областного краеведческого музея собрал в своих стенах традиционный круглый стол по результатам работы поисковых отрядов Ульяновской области. Общественному движению уже 10 лет. За этот период организация провела поисковые работы во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война. Захоронено более 220 тысяч советских солдат и установлено более 12 тысяч имен. Поисковой точкой текущего сезона стала Республика Беларусь, с которой в рамках взаимодействия подписано партнерское соглашение. Сейчас мы также прорабатываем инициативу, чтобы со стороны Беларуси поисковики приехали к нам в Ульяновскую область в следующем году, чтобы поработать с архивом, поработать с книгами памяти. И мы готовы их будем встречать на территории Ульяновской области. На сегодняшний день проведено 9 полноценных поисковых экспедиций, участие в которых приняло более 160 активистов Ульяновской области. Установлены имена ряда красноармейцев и доставлены на родину останки нашего земляка, нашего земляка Саратовской области. Его забрали наши коллеги из Саратовской области. И сейчас готовимся забирать останки еще одного нашего красноармейца с Урского района. Его нашли в Могилевской области Республики Беларусь. Активисты движения ежегодно выезжают на поля сражений и работают в архивах. Помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями и составляют книги памяти. Кроме того, организация занимается патриотическим воспитанием, реализует просветительские проекты и проводит выставки по итогам поисковых работ. Мы занимаемся очень важным делом по сохранению исторической памяти. Особенную важность это приобретает в наши дни, когда первых идет специальная военная операция, когда идет атака на Россию со стороны недружелюбных нам стран НАТО и их беспечников, которые делают все для того, чтобы исказить историческую справедливость. Несмотря на то, что нынешний сезон еще идет, ульяновские поисковики уже обозначили задачи на следующий. В их числе Волгоградская и Воронежская область, Республика Карелия и крупная вахта на Западный фронт, где проходила Калужская наступательная операция. Картина в стиле Айвазовского практически не отличающаяся от оригинала. Копия полотна известного художника-мариниста появилась в стенах исправительной колонии номер 2, неподалеку от Новоульяновска. А сюжет о репродукции, возможно, покажут не только в нашем выпуске, но и по кабельному телевидению, вещающему в стенах колонии. Как такое возможно, выяснял наш корреспондент. Вот так теперь выглядит одна из сцен в актовом зале колонии. Изображение очень напоминает картины Ивана Айвазовского. И не случайно. Автор картины, уроженец Молдавии по имени Думитру, когда-то учился на художника. А великого мариниста называет одним из кумиров. На работу ушло меньше месяца. А ведь творить пришлось не на холсте. В данном учреждении нам позволяют возможности отработать свободное время. По вечерам, в течение двух недель написали эту картину. Пока подготовили стену, потому что она была написана не на полотно, а на прямую стену. Но и на привычном холсте, безусловно, талантливый, но в свое время оступившийся художник тоже работает. Еще одна его картина готова на 90%. Так утверждает сам автор. Девочка идет потихонечку и превращает наш мир в прекрасный. Из картины сыпятся цветочки. Суть в том, что только в глазах ребенка мир прекрасен. О картине, символизирующей победу света над тьмой, как и о новом произведении в стилистике Айвазовского, вполне могут рассказать и на местном кабельном канале. Да, таковой существует во второй колонии. Показывают как записи познавательных программ, так и то, что подготовили к эфиру сами сотрудники небольшого телеканала. Когда я пришел сюда, сделал сразу мультик, который всем понравился. Оценили семиминутный ролик на тему двух заключенных, два пути, как правильно поступать, попав сюда. Занятие творчеством – один из способов направить на путь исправления, так говорят сотрудники исправительного учреждения. Поэтому подобную деятельность не то, что не запрещают, поддерживают. Как и исполнение песен или кружок игры на гитаре. Занятие ведет человек с музыкальным опытом. Музыкой я занимаюсь, в общем-то, с юности, наверное, с 14 лет. Вот, и, ну, был коллектив андеграундный у меня. И я был там вокалистом, гитаристом, и автором песен. Собственно, и по жизни всегда иду как бы с песней. Даже вот, казалось бы, в тех местах, где не до песен. Кстати, с песнями Владимир выступает на различных мероприятиях, в том самом зале, где теперь появился почти настоящий Айвазовский. Творческие люди в колонии номер два вдохновляют друг друга, в том числе и в движении в сторону пути исправления. На этом выпуск программы «Вести Ульяновск» подошел к концу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин